как-то раз в жизни мне удалось встретить странного человека он напомнил мне рассказе чехова человек футляре очень печальный конец очень я же не поверила мудрости русского классика когда я думала что футляр не самая сильная преграда и мне захотелось забраться в этот футляр чтобы показать дорогу из него эта дорога оказалась не самой простой и для меня самой моей жизни начали появляться письма где стоят точки после таких хороших слов как здравствуй спокойной ночи спасибо потом я узнала притчу про испорченное яблоко вы наверное слышали о ней что будет если испорченное яблоко положить в корзину с хорошими все хорошие яблоки станут испорченными яблоко не было испорченным она никогда не улыбалась никогда и понемногу все кого это яблоко окружала тоже переставали смеяться и даже переставали говорить я стала бояться за свою способность улыбаться но почему-то по-прежнему была уверена что людям футлярах нужно помочь мне было интересно из чего состоит этот футляр как он появился почему этот футляр дороже всего что может предложить дружба любовь дома но постепенно в моей одежде стал появляться черный цвет которого не было уже лет 10 и я сама научилась ставить точки после хороших слов я поняла что совершила ошибку и самая главная моя ошибка в постановке вопроса потому как человек футляре может быть с кем-то прекрасным может быть инструментом скрипкой контрабасом или гитарой может быть бабочкой хотя это очень банально но если я встретила не человека в футляре а футляр в человеке тогда единственное кем может оказаться этот человек футляром любой вопрос будет только один ответ любой самой тайной комнате ты будешь говорить лишь с футляром кажется что такой случай гораздо более страшен чем описывал сам чехов хотя он спросил бы меня если разница в конечном счете если перед тобой футляр в человеке то любые усилия для его раскрытия могут открыть только самое заветное внутри него футляр человек же футляре скорее выберет смерть чем покинуть свой футляр который защищает его или нет